К лету 41-го года фашистская Германия оккупировала практически всю Европу. Польша, Дания, Норвегия, Голландия, Бельгия, Люксембург, Франция, Югославия, Греция. Следующей страной в этом списке должен был стать Советский Союз. В Ставке Гитлера была разработана стратегия молниеносной войны – Блицкрик. Важная роль в ней отводилась к быстрому продвижению танковых соединений вглубь территории страны Советов. К тому времени танки превратились в один из основных видов вооружения. Для гусеничных бронированных машин с мощным вооружением практически не было преград на поле боя. Понимали это и в Советском Союзе. Поэтому, во-первых, строили собственные танки. А во-вторых, разрабатывали и специальные артиллерийские орудия для борьбы с ними – противотанковые пушки. О них и пойдет наш рассказ. Сколько существуют воины, столько и существует извечное противостояние снаряда и брони. Стрелы против кольчуги, ядра против крепостных стен, снаряды против броневой защиты танков. В СССР противотанковые пушки стали разрабатывать в начале 30-х годов. Одной из первых была пушка калибра 37 мм. Вскоре появились орудия большего калибра. В конструкторском бюро подмосковного завода номер 8 была создана 45-мм противотанковая пушка. В войсках для краткости ее называли «сорокопяткой». Новые модификации этого орудия появлялись чуть ли не каждый год. Летом 37-го был готов очередной вариант. После полигонных испытаний, в ходе которых было произведено несколько тысяч выстрелов, орудие было принято на вооружение. Новая «сорокопятка» выгодно отличалась от предыдущих советских противотанковых пушек. Колеса уже были металлическими, а не деревянными. Усовершенствовали систему подрессоривания. Стрельбу можно было вести не только бронебойными, но и осколочными снарядами. К началу Великой Отечественной войны «сорокопятка» была основным противотанковым орудием в составе частей Красной Армии. Противотанковая пушка образца 1937 года – 53К. Калибр – 45 мм. Начальная скорость снаряда – 760 метров в секунду. Скорострельность – 20 выстрелов в минуту. Наибольшая дальность стрельбы – 4400 метров. Дальность прямого выстрела – 850 метров. Основу немецких танковых войск на начальном этапе войны составляли средние танки Т-3 и Т-4. Предполагалось, что бронебойный снаряд «сорокопятки» будет пробивать лобовую броню этих танков на дальности 500 метров. Но на практике так происходило далеко не всегда. Чтобы увеличить вероятность поражения, требовалось подпустить танки как можно ближе. Появился даже специальный термин – «дистанция кинжального огня». Это примерно 100 метров. В таких условиях человеческий фактор играет огромную роль. Каким бы совершенным ни было орудие, в многом зависит от личных качеств и навыков артиллериста. Не дрогнуть и в нужный момент метким выстрелом поразить неприятельский танк. Из воспоминаний командира орудийного расчета гвардии старшего сержанта Михаила Бадигина. В нашем деле важно угадать момент. Если близко подпустишь, то танк может ворваться на огневую позицию и подмять пушку. Если неудачно ударил по нему. Ведь танк, даже если и пробьешь броню, не всегда остановится. Какой загорится, а какой и дальше попрет. Понятно, что при использовании тактики кинжального огня большие потери среди артиллеристов Красной Армии были неизбежны. По сути, между ними и немецкими танками происходила самая настоящая дуэль. Только дуэль эта была неравной. С одной стороны движущийся бронированный танк, оснащенный пушкой и пулеметами. С другой – неподвижное орудие, защищенное лишь броневым щитом, толщиной немногим более 4. Противостояние было не только на поле боя. Противостояние было и в конструкторских бюро. Конструкторы танков работали над усилением броневой защиты машин. Конструкторы орудий – над увеличением бронепробиваемости. В 1942-м в СССР были успешно завершены испытания новой противотанковой пушки. Под обозначением 45-мм пушка образца 1942 года М42 она стала поступать в части Красной Армии. Противотанковая пушка образца 1942 года М42. Калибр – 45 мм. Начальная скорость снаряда – 870 метров в секунду. Скорострельность – 20 выстрелов в минуту. Наибольшая дальность стрельбы – 4550 метров. Дальность прямого выстрела – 950 метров. По сути, это орудие являлось модернизированным вариантом существовавшей «Сорокопятки». В условиях военного времени было гораздо проще усовершенствовать освоенную в производстве пушку, чем налаживать выпуск абсолютно новой. М42 оснащалась удлиненным стволом. Боекомплект состоял из выстрелов с более мощным метательным зарядом. Все это позволило увеличить начальную скорость снаряда. И как результат повысилась бронепробиваемость. Не забыли и о защите артиллерийского расчета. Толщину броневого щита увеличили до 7 мм. От снарядов он, конечно, защитить не мог. Но от бронебойных винтовочных пуль снайперов – вполне. С новой «Сорокопяткой» советским артиллеристам уже не было необходимости доводить дело до дистанции кинжального огня. Усовершенствованное орудие могло поражать усиленную броню немецких средних танков на дальности до 500 метров. Но вскоре противостояние снаряда и брони вышло на новый виток. Летом 43-го немцы стянули под Курск свои новые танки. Это были «Тигр» и «Пантера» с мощным противоснарядным бронированием. Например, толщина лобовой брони «Тигра» доходила до 10 сантиметров. Пробить такую броню из «Сорокопятки» было затруднительно. Так что же, к битве под Курском советская артиллерия подошла безэффективной противотанковой пушки? Вовсе нет. Еще до войны в конструкторском бюро Василия Грабина была спроектирована противотанковая пушка калибра 57 миллиметров. До конца 41-го года было выпущено около 400 этих орудий, а затем производство пушки прекратили. В официальном приказе это решение обосновывалось избытком мощности орудия при отсутствии соответствующих целей. Говоря проще, бронебойный снаряд пушки пробивал броню среднего немецкого танка на вылет, порой не причиняя вреда экипажу. Часть пушек была законсервирована. Предполагалось, что рано или поздно они понадобятся фронту. Так и случилось. Противотанковая пушка образца 1943 года ЗИС-2. Калибр 57 миллиметров. Начальная скорость снаряда 1250 метров в секунду. Скорострельность 25 выстрелов в минуту. Наибольшая дальность стрельбы 8400 метров. Дальность прямого выстрела 1120 метров. В сражении под Курском это орудие стало настоящим козырем в борьбе против новых немецких танков. ЗИС-2 пробивала лобовую броню тигров и пантер с расстояния полкилометра. Надежды немцев на то, что их тяжелые танки сомнут оборону советских войск, не оправдались. Именно Курскую битву принято считать переломным сражением Второй мировой, после которого силы немецких войск были подорваны окончательно. Эта битва стала началом большого боевого пути противотанковой пушки ЗИС-2. Без ее участия не обходилась ни одна крупная операция Второй половины войны. Дошла до Берлина и Сорокопятка. Вместе со своими орудиями испытания войной выдержали и советские артиллеристы. Благодаря их мужеству немецкие танки отвернули от стен Москвы, нашли свою погибель у берегов Волги, превратились в груду обгоревшего металла на полях под Курском. Огнем своих орудий артиллеристы приближали день Великой Победы. Продолжение следует...